Бран предпочитал твердую скамью у окна, мягкой перине и одеялом. В постели стены давили на него. В постели комната была его камерой, а Винтерфелл – тюрьмой. И все же за окном его по-прежнему звал огромный мир. Он не мог ни ходить, ни лазать, ни сражаться деревянным мечом, как раньше. Но смотреть он мог. Он любил смотреть, как в Винтерфелле начинают светиться окна, когда зажигают свечи и растапливают камины. Любил слушать, как лютоволки поют звездам. Последнее время волки часто снились ему. «Они говорят со мной, как с братом», – сказал он себе, когда лютоволки завыли. Он почти понимал их. Не совсем, не по-настоящему, но почти. Будто они пели на языке, который он знал, а потом забыл. Уолдеры, может, и боялись их, но в жилах Старков текла волчья кровь. Так сказала старая Нэн. Хотя в некоторых это проявляется сильнее, чем в других, – предупредила она. Вой лета был долгим и печальным, полным скорби и тоски. Лохматый песик был более свирепым. Их голоса эхом разносились по дворам и залам, пока весь замок не начинал гудеть. И тогда казалось, что в Винтерфелле обитает огромная стая волков. Они двое. Двое там, где когда-то было шестеро. «Может, они тоже скучают по своим братьям и сестрам?» – думал Бран. «Может, они зовут Серого Ветра и Призрака? Немерию и Тень Леди? Хотят, чтобы они вернулись домой, и стая собралась снова? Кто может знать, что на уме у волка?» – сказал сир Родрик, когда Бран спросил его, почему они воют. Леди-мать Брана назначила сира Родрика Кастелянам на время своего отсутствия, и его обязанности не оставляли ему времени на праздные вопросы. «Это они на волю просятся», – заявил Фарлин, мастер над псарней, любивший волков не больше, чем его собаки. «Им не нравится сидеть в заперти. И кто их будет за это винить? Диким животным место в дикой природе, а не в замке. Они хотят поохотиться», – предположил повар Гейдж. «Они учуяли запах добычи. Мейстер Лювин так не думал. Волки часто воют на Луну. Эти воют на комету. Видишь, какая она яркая, Бран? Может быть, они думают, что это Луна. Когда Бран повторил это оше, она громко рассмеялась. «У твоих волков больше ума, чем у твоего мейстера. Они знают истины, которые серый человек забыл». То, как она это произнесла, заставило Брана вздрогнуть. А когда он спросил, что означает комета, она ответила. «Кровь и огонь, мальчик. Ничего хорошего». Септона Шейли Бран спросил о комете, когда они разбирали свитки, уцелевшие при пожаре в библиотеке. «Это меч, убивающий лето», – ответил он. А вскоре прилетел Белый Ворон с вестью о начале осени. Так что, несомненно, он был прав. Но старая Нэн думала иначе, а она прожила дольше, чем кто-либо из них. «Драконы», – сказала она, поднимая голову и принюхиваясь. Она была почти слепой и не могла видеть комету, но утверждала, что чувствует ее запах. «Это драконы, мальчик», – настаивала она. Ходор сказал только «Ходор». Это было все, что он когда-либо говорил. А волки все выли. Стражники на стенах бормотали проклятия. Кони в стойлах брыкались. Уолдеры дрожали у огня. И даже мейстер Лювин жаловался на бессонные ночи. Только Бран не возражал. Сир Родрик запер волков в Богороще после того, как лохматый песик укусил маленького Уолдера. Но камни Винтерфелла проделывали странные трюки со звуком, и иногда казалось, что волки находятся во дворе прямо под окном Брана. А в другие разы он мог бы поклясться, что они расхаживают по крепостной стене, как часовые. Ему хотелось их увидеть. Зато комету, висящую над караульной и колокольной башнями, он видел. Дальше стояла первая твердыня, круглая и приземистая, с черными силуэтами горгулий на фоне синевато-фиолетовых сумерек. Когда-то Бран знал там каждый камень, и внутри, и снаружи. Он облазил их все. Их крыши были его тайными убежищами, а вороны на верхушке разрушенной башни – его близкими друзьями. А потом он упал. Бран этого не помнил, но они сказали, что он упал, так что это должно быть правда. Он чуть не умер. Когда он увидел обветшавших от непогоды горгулий на вершине первой твердыни, где это произошло, что-то сжалось у него в животе. И теперь он не мог ни лазать, ни бегать, ни ходить, ни драться на мечах. Лето выл в тот день, когда упал Бран, и еще долго после, когда он лежал в постели. Роб сказал об этом перед тем, как уйти на войну. Лето оплакивал его, а Лохматик и Серый Ветер разделяли его горе. И в ту ночь, когда проклятый ворон принес весть о смерти отца, волки тоже это знали. Бран и Рикон были в башне Мейстера. Они говорили о детях леса, когда Лето и Лохматый Песик заглушили речь Лювина своим воем. Кого они оплакивают теперь? Может быть, враги убили короля Севера, который прежде был его братом Роббом? Или его сводный брат Джон Сноу упал со стены? А может, умерла мать или одна из сестер? Или дело в чем-то другом, как казалось, думали Мейстер, Септон и Старая Нен. «Если бы я действительно был лютоволком, я бы понял эту песню», — с тоской подумал он. В своих волчьих снах он мог мчаться по склонам зазубренных ледяных гор, которые были выше любой башни, и стоять на вершине под полной луной. А под ним простирался весь мир, такой, каким он был раньше. Бран попробовал завыть. Он сложил ладони у рта и поднял голову к комете. Звук получился глупый, тонкий и жалкий. Сразу слышно, что воет мальчик, а не волк. И все же лето ответил. Его глубокий голос заглушил тонкий голос Брана, и лохматый песик примкнул к хору. И они завыли вместе, последние из своей стаи. На шум пришел стражник, Хейхет. Он увидел, как Бран воет в окно и спросил, «Что случилось, мой принц?» Брану было не по себе, когда его называли принцем. Хотя он был наследником Робба, а Роб теперь король Севера. Он повернул голову и завыл на стражника. Хейхет сморщился. «Прекратите!» Стражник отступил. Когда он вернулся, с ним был мейстер Лювин. «Бран, эти звери и без твоей помощи производят достаточно шума». Он пересек комнату и положил руку на лоб мальчика. «Уже поздно. Тебе следует крепко спать. Я разговариваю с волками». Бран стряхнул руку мейстера. «Может попросить Хейхета отнести тебя в постель? Я сам могу добраться до кровати». Миккен вбил в стену железные прутья, чтобы Бран мог передвигаться по комнате на руках. Это было медленно, трудно, и потом у него болели плечи. Но Бран терпеть не мог, когда его носили. «В любом случае, я не обязан спать, если не хочу. Когда я сплю, я превращаюсь в волка». Бран отвернулся и снова посмотрел в ночь. «А волки видят сны? Я думаю, все живые существа видят сны, но не так, как люди. А мертвые видят сны?» Спросил Бран, думая об отце, чье гранитное подобие высекал каменотез в темной крипте под Винтерфеллом. «Одни говорят да, другие нет. А сами мертвые хранят молчание. А деревья видят сны?» «Деревья? Нет. Видят», — с неожиданной уверенностью сказал Бран. «Им снятся сны о деревьях. Иногда мне снится дерево. Чардрево, похожее на то, что растет в Богороще. Оно зовет меня. Волчьи сны лучше. Я чувствую запахи, а иногда даже чувствую вкус крови». Мистер Лювин потянул цепь, натиравшую ему шею. «Если бы ты проводил больше времени с другими детьми, ненавижу других детей», — Бран подразумевал Уолдеров. «Я приказал тебе отослать их прочь», — Лювин посуровил. «Фрейи — воспитанники твоей матери, посланные сюда по ее приказу. Не тебе их прогонять. И это нехорошо. Куда бы они пошли? Домой. Это из-за них меня разлучили с летом». Маленький Фрей не просил, чтобы на него нападали. Так же, как и я. Это был лохматый песик. «Большой черный волк Рикона так одичал, что временами пугал даже Брана. Лето никогда никого не кусал. В этой комнате Лето перегрыз человеку горло. Или ты забыл? Милые щенки превратились в опасных зверей. Фрейи правильно делают, что опасаются их. Это Уолдеров надо было поселить в Богороще. Пусть бы играли там своего лорда переправы, а Лето опять бы спал со мной. Если я принц, почему вы не обращаете на меня внимания? Я хотел покататься на плесунье, а Алибелли не пустил меня за ворота. И правильно сделал. В Волчьем лесу опасно. Ты сам уже должен был это понять. Хочешь, чтобы преступник взял тебя в плен и продал Ланнистерам? Лето спас бы меня», – упрямо настаивал Бран. «Принцам должно быть позволено плавать по морю, охотиться на кабанов в Волчьем лесу и сражаться». Бран, дитя мое, зачем ты себя так мучаешь? Однажды ты, возможно, совершишь что-то из этого. Но сейчас ты всего лишь восьмилетний мальчик. Я бы предпочел стать волком. Тогда я мог бы жить в лесу, спать, когда захочу, и мог бы найти Арию и Сансу. Я бы почуял, где они, и пошел их спасать. А когда Роб пошел в бой, я бы сражался рядом с ним, как серый ветер. Я бы разорвал глотку цареубийцы своими зубами, и тогда война бы закончилась, и все вернулись бы в Винтерфелл. Если бы я был волком. Бран завыл. Мейстер сдался. «Как тебе будет угодно, дитя?» С выражением, в котором смешались печаль и отвращение, он покинул спальню. Когда Бран остался один, он успокоился. «Я был им рад», – обиженно сказал он себе. «Я вел себя, как лорд Винтерфелла. Он не может этого отрицать». Когда Уолдеры только прибыли, это Рикон хотел, чтобы они уехали. Четырехлетний малыш кричал, что ему нужны мама, папа и Роб, а не эти незнакомцы. Брану пришлось успокаивать его и приветствовать Фреев. Он предложил им мясо, мед и место у огня. И даже мейстер Лювин сказал потом, что он отлично справился. Только это было. До игры. В игре использовались бревно, шест, водоем и много криков. Поскольку мейстер Лювин и Сир Родрик не отпускали детей в волчий лес на поиски ручья, они обошлись одним из мутных прудов в Богороще. Уолдеры никогда не видели, как из-под земли бьет горячая вода, но оба предположили, что это сделает игру еще лучше. Их обоих звали Уолдер Фрей. Большой Уолдер сказал, что в Близнецах было много Уолдеров, и все они названы в честь дедушки, лорда Уолдера Фрея. А в Винтерфелле у всех свои имена, надменно сказал Рикон, услышав это. По правилам игры, бревно клали поперек водоема. Один игрок становился посередине с шестом. Это и был Лорд Переправы. Когда подходил один из игроков, Лорд говорил, «Я Лорд Переправы, кто идет?» Другой игрок должен был сказать, кто он и почему ему следует разрешить перейти на ту сторону. Лорд мог заставить его поклясться и ответить на вопросы. Говорить правду было необязательно, но клятву надо было соблюдать, пока не скажешь «быть может». И хитрость заключалась в том, чтобы сказать это так, чтобы Лорд Переправы не заметил. Тогда ты мог попробовать столкнуть Лорда в воду и стать Лордом самому, но только если ты сказал «быть может». В противном случае ты выбывал из игры. Лорд же мог скинуть в воду кого и когда угодно, и палка была только у него. На деле игра сводилась к толчкам, падению в воду и спорам о том, сказал кто-то «быть может» или нет. Чаще других Лордом Переправы был Маленький Уолдер. Его звали Маленьким Уолдером, хотя он был высоким и крепким, с красным лицом и большим круглым животом. Большой Уолдер был наоборот, худощавым, с острым лицом и на полфута ниже малого. «Он на 52 дня старше меня», объяснял Маленький Уолдер. «Поэтому сначала он был крупнее, но я быстрее рос. Мы двоюродные братья», добавлял Большой Уолдер. «Я сын Джемаса. Он сын Лорда Уолдера от четвертой жены, а мой кузен сын Мерета. Его бабушкой была третья жена Лорда Уолдера, Крейг Холл. Он старше меня в очереди наследования, хотя я старше. «Всего на 52 дня», возражал Малый Уолдер. «И близнецы все равно ни одному из нас не достанутся, глупая ты голова». «Мне достанутся», заявил Большой Уолдер. «Впрочем, мы не единственные Уолдеры. У Сира Стеврона есть внук, Уолдер Черный, четвертый в линии наследования. Есть Уолдер Рыжий, сын Сира Эммана, и Уолдер Бастард. Он вообще не наследник и зовется Риверс, а не Фрей. К тому же есть девочки, которых назвали Уолдами. И Тир. Ты всегда забываешь про Тира. Он Уол Тир, а не Уолдер. И он идет после нас, поэтому его можно не считать». Сир Родрик поселил их в бывшей спальне Джона Сноу. Брану это не понравилось. У него возникло ощущение, что Фрейи пытаются занять место Джона. Он с грустью смотрел, как Уолдеры играют с поваренком Репкой и дочками Джозетта, Бенди и Широй. Уолдеры объявили, что Бран будет судьей, который решает, кто сказал, быть может, а кто не сказал. Но когда началась игра, они совершенно о нем забыли. Крики и плеск скоро привлекли других игроков. Паллу с псарни, Колона, сына Кейна, Тома-младшего, чей отец, толстый Том, погиб вместе с отцом Брана в Королевской гавани. Вскоре все они промокли и перепачкались. Палла, черная с головы до пят, со мхом в волосах, задыхалась от смеха. Бран не слышал столько смеха с той ночи, когда прилетел Кровавый Ворон. Будь у меня ноги, я их всех сбросил бы в воду, с горечью подумал он. Никто не стал бы лордом переправы, кроме меня. Наконец, в Богорощу прибежал Рикон и Лохматый Песик. Я тоже хочу играть, закричал Рикон. Лохматик захотел последовать за Риконом. Нет, Лохматик, сказал ему брат. Волкам играть нельзя, оставайся с Браном. И он послушался, пока маленький Уолдер не ударил Рикона палкой по животу. Не успел Бран и глазом моргнуть, волк прыгнул, вода окрасилась кровью, Уолдеры вопили. Рикон смеялся, сидя в грязи, и Ходор примчался к пруду с криком Ходор, Ходор, Ходор. После этого, как ни странно, Рикон решил, что Уолдеры ему нравятся. Больше они никогда не играли в Лорда Переправы, зато играли в Дев и Чудовищ, в Приди Ко Мне в Замок и другие. Вместе с Риконом Уолдеры вторгались на кухню в поисках пирогов, носились по крепостным стенам и тренировались с деревянными мечами под бдительным надзором Сира Родрика. Рикон даже показал им глубокие подземелья, где Каменотес трудился над надгробием для отца. «Ты не имел права!» закричал Бран на брата, когда узнал об этом. «Это было наше место! Место Старков!» Но Рикону было все равно. Дверь в спальню открылась. Мейстер Лювин нес зеленый кувшин. С ним были Оша и Хейхет. «Я приготовил тебе снотворное, Бран!» Оша подхватила его и без особых усилий отнесла в постель. «Это подарит тебе сон без сновидений», сказал мейстер, раскупоривая кувшин. «Правда?» Брану очень хотелось в это поверить. «Да, пей!» Бран выпил. Снадобье было густое и отдавало мелом, но в нем был мед. «Утром ты почувствуешь себя лучше!» Лювин улыбнулся и вышел. Оша задержалась. «Снова волчьи сны?» Бран кивнул. «Ты не должен так сильно сопротивляться, мальчик!» «Я видела, как ты говорил сердце древом. Быть может, боги пытаются ответить тебе». Боги уже сонно пробормотал он. Лицо Оши стало расплывчатым и серым. «Сладкий сон без сновидений», подумал Бран. Но когда над ним сомкнулась тьма, он очутился в богороще, бесшумно двигаясь под зелеными страж деревьями и корявыми дубами, старыми, как само время. «Я иду», подумал он, ликуя. Часть его знала, что это был лишь сон. Но даже сон о том, что он ходит, был лучше, чем реальность его спальни. Среди деревьев было темно, но комета освещала ему путь, и он шел уверенно. Он шел на четырех здоровых ногах, сильных и быстрых. Чувствовал под собой землю, тихий хруст опавших листьев, толстые корни и твердые камни. Это было славное чувство. Запахи наполняли его голову, живые и пьянящие. Вонь зеленой тины из горячих прудов, аромат жирной гниющей земли под его лапами, белки на дубах. Запах белки заставил его вспомнить вкус горячей крови и то, как хрустели на зубах кости. Его рот наполнился слюной. Он ел всего полдня назад, но в мертвом мясе нет радости. Даже если это оленина. Он слышал, как над ним в безопасности шуршали белки, которые знали, что лучше не спускаться туда, где бегал он и его брат. Брата он тоже чуял. Знакомый запах, сильный, черный, как его шерсть. Брат носился вдоль стен полной ярости. Он ходил круг за кругом, ночь за ночью, неутомимый, ищущий добычу, выход, мать, братьев и сестер, свою стаю, ищущий и ненаходящий. За деревьями возвышались стены, груды мертвого камня, которые нависали над пятнышком живого леса. Покрытые мхом, толстые, крепкие и высокие. Через такие ни один волк не перепрыгнет. Холодное железо и дерево закрывали отверстия в нагромождении камней, которые их окружали. Брат останавливался у каждой дыры и в ярости скалил клыки, но пути оставались закрыты. В первую ночь он делал то же самое, но понял, что это бесполезно. Рычи, не рычи, путь все равно не откроется. Сколько ни бегай вдоль стен, они не отступят. Мир сжался вокруг них, но за лесом, окруженным стеной, по-прежнему стоят большие серые скалы с человечьими пещерами. Винтерфелл, вспомнил он, и внезапно до него донесся звук. Из-за высоких до неба человечьих утесов взывал истинный мир, и он знал, что должен ответить или умереть. В сериале Бран не воет с волками и не показаны отношения Брана с Уолдерами. В сериале Бран обманывает Ошу и говорит, что ему не снятся волчьи сны. Конечно, Брана можно только пожалеть. Мальчик, который мечтал стать рыцарем, теперь не может даже ходить, и одним из его развлечений стало просто смотреть из окна, как живут другие. Тем не менее, у него есть то, чего нет у других. В своих волчьих снах он бегает по склонам гор и даже чувствует вкус крови. А еще Брану снится чар-древа, которая его зовет. Кроме того, мальчику даже кажется, что он почти понимает, о чем поют волки. Он видит связь между их воем и смертями членов семьи Старк, хотя окружающие как будто этого не замечают. Но пока Бран не знает, что об этом думать. Он не может понять, ему это нравится или нет. Потому что он то говорит, что не будет спать, потому что ему снятся волчьи сны, то наоборот, начинает выть в окно и говорит Лювину, что сам хотел бы стать волком, чтобы спасти сестер и сражаться с роббом. Интересно, как Мартин закольцевал эту главу. Вначале мы видим Брана, который чувствует себя в комнате, как в камере. А в конце он же, но теперь в теле лета, чувствует себя запертым в богороще. Причем там он слышит какой-то звук. Это взывал истинный мир. И Бран знал, что должен ответить или умереть. Но что это был за звук? Это закаркнул ворон? Завыл волк за пределами замка? Пока не ясно. Лювин, по всей видимости, в шоке. Скорее всего, он думает, что Бран сходит с ума. И его можно понять. Конечно, он не верит в то, что волки воют не просто так. Он считает, что они воют на комету. Мейстер человек науки. Он во всякие магические штуки не верит. Он пытается поговорить с Браном, как-то успокоить его, не помогает. Оппонентом Лювину выступает Оша, которая жила за стеной и видела такое, что другие считают выдумками. Она необразованная, но по-своему очень мудрая. Оша не знает, почему конкретно воют волки, но считает, что у них больше ума, чем у мейстера. И они знают истины, которые серый человек забыл. Но что это за истины, автор пока не уточняет. Единственный человек, за которого можно хоть немножко порадоваться в этой главе, это Рикон, который наконец-то нашел друзей, с которыми играет и носится по замку, а не сидит в крипте с лютоволком. Хотя ему тоже снятся волчьи сны, мы не знаем, переживает ли он из-за этого так же, как Бран. Он понимает, что по ночам в теле своего волка мечется по богороще или нет? Может быть он считает, что это просто такие яркие сны? Хорошие вопросы без хороших ответов. О комете, как и о вое волков, тоже все думают разные. Крессен объяснял Шерен, что комета это звезда с хвостом, но обычным людям это не очень интересно. Старая Нэн, которая чувствует запах кометы, произносит пророческое «Драконы». Это драконы, мальчик. Но учитывая, что о Дейенерис никто в Винтерфелле не знает, то северянам вообще непонятно, что это значит. Что драконы? Где драконы? Скорее всего, ее слова просто списывают на возраст. А вот Септон Шейли еще до того, как прилетел Белый Ворон, сказал Брану, что это меч, убивающий лето. Ну и в чем он был неправ? Так же как Иоша, которая считает, что комета означает «Кровь и огонь, мальчик». Ничего хорошего. А сейчас, что думаете вы, пишите в комментариях, будем обсуждать. И, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте «Мы то, что мы читаем». До скорого. Пока!